И если бы Стив Джобс оставался во главе Apple, многие функции iOS могли никогда не увидеть свет. Одна из них – функция «Не беспокоить», позволяющая разом заглушить все входящие вызовы и уведомления. Об этом в интервью изданию Fast Company рассказал бывший дизайнер интерфейсов Имран Чаудри, проработавший в Apple более 20 лет. В самом начале, когда мы только начинали работать над прототипами смартфона, нам разрешали брать их домой, говорит Чаудри. Пользуясь ими постоянно, мы лучше понимали устройства основных функций смартфона и приходили к пониманию, как их можно улучшить. Так я придумал функцию, которая впоследствии получила название «Не беспокоить». Почему Джобс был против? Когда Чаудри рассказал о своей идее Джобсу, тот поспринял ее достаточно прохладно. По его мнению, сама по себе функция «Не беспокоить» предоставляла пользователям слишком много контроля над их устройствами. Этого нельзя было допустить, потому что многие функции просто потерялись бы, получив пользователю возможность отключать их. Убедить даже коллег в необходимости функции не беспокоить было настоящей проблемой. Возможно, Стив понимал ее важность, но испытывал чувство противоречия, которое не позволяло ему дать пользователям возможность полного контроля над продуктом. «Нам говорили, что это недопустимо, ведь тогда основные функции останутся нераскрытыми», вспоминает Чаудри. «Как бы там ни было, но сегодня не беспокоить является одной из наиболее востребованных функций iOS, которая от обновления к обновлению обрастает дополнительными возможностями». Например, в последнем апдейте работа функций стала распространяться на водителей, автоматически ограничивая входящие звонки и уведомления во время движения автомобиля. Продолжение следует...